Привет, меня зовут Бэй Рейд, и сегодня я покажу вам, как можно использовать трехмерный мир Team Fortress 2 для того, чтобы создать ваш собственный короткометражный анимационный фильм. Я буду пользоваться инструментом, с которым работаю. Он называется Source Film Maker. Что ж, давайте начнем. Когда вы запускаете SFM в первый раз, вы видите окно настройки. Оно позволяет вам открыть последнюю сессию, создать новую сессию с нуля, или найти проект у себя на жестком диске. Любой созданный в Source Film Maker фильм сохранится внутри файлов сессии. Что ж, давайте начнем этот урок с создания новой. Вперед, нажимаем на кнопку Create. Тут у нас есть три окна. Редактор 3D-сцены, основное окно и таймлайн. Вверху основного окна вы должны видеть яркий красный текст, который говорит нам о том, что не загружена карта. Поздравляю, вы все сделали правильно. Причина, по которой вы это видите, заключается в том, что Source Film Maker требует загруженную карту из игры, для того, чтобы вы могли что-то видеть. Жмем правой кнопкой по основному окну и выбираем загрузить карту. По умолчанию, здесь будет длинный список карт, которые есть у вас на компьютере. Здесь есть несколько фильтров. Вы можете настроить показ карт по типу. По умолчанию, тут установлено значение все типы. А внизу у вас есть небольшое текстовое поле. Я знаю, что карта, которую я хочу использовать, называется CP Mount Lab. Так что я ввожу MOU, и тут мне показываются карты, у которых есть эти буквы в названии. Что ж, теперь мне просто нужно выбрать CP Mount Lab и нажать на кнопку Открыть. Давайте подождем секунду, пока карта загрузится, а пока это происходит, я покажу вам кое-что из интерфейса, на чем можно остановить внимание. В самом низу окна нам показан гейм-таймер, который показывает, сколько времени мы провели в игре. Этот счетчик увеличивается. Также у нас тут есть секция с памятью, которая показывает, сколько памяти вы сейчас используете. Сейчас мы используем 1399 мегабайт. А тут мы видим FPS. Что ж, карта загружена, давайте начнем. Первая вещь, которую вы должны сделать, это создать камеру. У нас выбран кадр, но для него нет камеры. Внизу, в правом нижнем углу, у нас есть кнопка, на которой написано «Нет камеры». А правее нее у нас есть выпадающее меню, после нажатия на которое вы можете видеть меню с действиями для этой самой камеры. Мы должны навести на «Изменить сцену камеры», «Новая камера». Теперь вы видите, что кнопка подписана как «Камера 1». Если вы нажмете левую кнопку мыши и протянете ее по основному окну, я сейчас протянул направо, то вы сможете оглядываться и смотреть, что у вас есть на карте. Если я нажму на «W», то буду двигаться вперед. Если нажму на «S», буду двигаться назад. А сейчас вы увидите, что произойдет, если я потяну мышку вниз и нажму на кнопку «W» одновременно. Если я нажму на «A», то буду двигаться влево, нажму на «D», буду двигаться вправо, если нажму на «Z», то буду подниматься вверх, а на «X» буду опускаться вниз. Также у нас есть кнопка «R» для поворачивания и колесико-мышки для приближения или отдаления. Если вы будете делать все это одновременно, то сможете летать по карте так же, как и в игре. Давайте пройдем по этой дорожке. Это пользовательская карта, которая была создана для конкурса «Art Pass». Мне кажется, что это действительно хорошее местечко для того, чтобы начать наше обучение. Мы уделили очень много внимания камерам для того, чтобы их использование было более точным. Для того, чтобы очень точно облететь предмет, можно замедлить скорость передвижения нажатием на кнопку «Control» или нажать на «Shift» для ускорения. Для тех из вас, кто знаком с 3D-моделированием или анимационными системами, будет знакомым принцип прокрутки камеры. Нажмите на кнопку «Alt» и потяните влево. «Alt» и «Средняя кнопка мыши» будут двигать камеру в горизонтальной плоскости, а «Alt» и «Правая кнопка» будут двигать вас вперед и назад. Это основное, что нам нужно знать для того, чтобы время от времени работать с позами и предметами. Например, для того, чтобы плавно облететь предмет, как я это делаю с лампой. Можете представить, что это эдакий поворотный стол, как те, которые используют скульпторы, для того, чтобы прокручивать свои работы вокруг. Ну или штатив, с помощью которого мы можем смотреть по сторонам. Это самые простые способы взаимодействия с мышью. Было бы неплохо потратить немного времени на ознакомление с камерой, так как качество вашего видео напрямую зависит от хорошей операторской работы и общего вида сцены. Мы постарались совместить лучшее из кинопроизводства и анимации, и склеить это с элементами геймплея. И мне кажется, что это работает очень хорошо. Что ж, я думаю, что мы воспользуемся этой небольшой частью с желтым грузовиком. И я хочу, чтобы скаут пробегал по этой небольшой площади здесь. Мы сделаем это в будущих уроках, а сейчас я хочу показать вам, как установить камеру и при этом по-прежнему работать с сценой, не мешая ей. Камера будет установлена здесь и направлена на грузовик. Но допустим, что нам нужно посмотреть на колесо, не теряя ее позиции. Для того, чтобы это провернуть, нам нужно использовать рабочую камеру. Перед тем, как мы переключаемся на нее, мы должны скопировать текущий вид. Для этого нажимаем на Ctrl и тапаем на кнопку камера. Как видите, текст сменился на рабочая камера. Сделав это, мы скопировали текущий вид в рабочую камеру, которая теперь может подглядеть сюда и посмотреть на колесо грузовика. Когда я снова нажимаю на клавишу камеры, я переключаюсь на предыдущую основную камеру. Нажимая на кнопку «Снова» возвращаюсь к виду рабочей камеры. И теперь я могу не беспокоиться о том, что потеряю основной вид текущей сцены. Итак, нажатие левой клавишей мыши переключает нас между рабочей камерой и камерой сцены, а Ctrl плюс левая кнопка мыши записывает текущий вид в рабочую камеру. Это основы работы с камерой. Давайте теперь немного поговорим о работе со временем. Здесь, внизу на таймлайне, есть два способа перехода по времени. Первое. Зажимаем и перемещаем влево-вправо бегунок. Или второе. Вы можете зажать нарисованную здесь пленку и перетаскивать ее под ним. Также вы можете нажимать на пробел для проигрывания или нажать на кнопку «Play тут». Колесико мыши будет уменьшать и увеличивать пленку, причем увеличивается всегда область под бегунком, так что мы можем увеличить любое место, где он находится. Это происходит потому, что бегунок используется для кучи различных операций. Нажав Ctrl плюс пробел, мы можем просмотреть весь наш проект, причем он проиграется от начала до конца один раз, а после этого мы перескочим назад к текущему кадру. С этим мы познакомимся поближе позднее. Стрелка вверх перекинет нас на первый кадр, а стрелка вниз перебросит на последний кадр. Так что если у вас их много, то вы можете таким образом быстро перемещаться между ними. Здесь, внизу, вы могли заметить перевернутый бегунок. Если вы нажмете на него, то сможете прокрутить весь таймлайн. При этом значение времени не будет изменено, поменяется только его положение, что иногда довольно полезно. Например, когда вам нужно просмотреть зону, которая не попадает в видимую часть таймлайна. Также можно просто нажать и потянуть за линейку здесь, для того, чтобы время перепрыгнуло на нужное нам значение. Здесь у нас находятся кнопки управления режимами воспроизведения. Что ж, вот так мы управляем временем, вот так мы управляем видом. Начните и поиграйтесь с этим, освойтесь. А в следующем уроке мы поговорим о том, как можно добавить предметы в наш кадр. И не забывайте нажимать Ctrl-S для сохранения своей работы.